Видео предназначено только для совершеннолетних. Трудно найти в России семью, которую не затронула бы алкогольная беда. Вот одно из писем обращений к правительству России. В нашей стране занимаются всеми проблемами, кроме пьянства. Люди умирают намного больше, чем на войне, становятся инвалидами. Дети остаются сиротами. Бросили детей и стариков на пьяных, озлобленных людей, и живут они хуже, чем на войне. В селах, в глубинке, во всех магазинах дают спиртное в долг. Продавцы отговариваются тем, что у них тогда вообще не будет дохода. Торгуют круглосуточно. По 6-12 человек умирают за одно застолье. Соседи сейчас потеряли двух сыновей 20-летних и на старости лет остались в слезах. Вымирают с семьей за один месяц. Вот сейчас семья. Ждали второго ребенка. Оставалось две недели до родов. Вечером стал муж просить деньги на выпивку. Она не дала. Он хотел ее попугать. Взял ружье, прицелился в лоб, а сам нажал на курок. И все это у двухлетнего сынишки на глазах. В городах, может, и продают только за деньги и до восьми вечера, а деревни все брошены. Сколько умирает от пьянства, осталось сиротами, стали инвалидами за это десятилетие. Уверена, ни в одной войне не загублено столько народа. Неужели еще после такого письма не будет ничего предпринято? Просьба от детей, матерей, стариков. Гарамова Татьяна. Село Тюнгур. Республика Алтай. Смотрите полную версию фильма «История одного обмана» по ссылке. «История одного обмана» по ссылке.